Всем привет! С вами канал Хобби Пойнт и я Анастасия. Сегодня я хочу показать вам, как выполнить вот такой милый браслет в технике привалитой иглой. Также я расскажу об условиях розыгрыша, которые я буду проводить. И конечно же покажу, что именно будет разыгрываться. Заинтригованы? Тогда продолжайте смотреть это видео. Итак, для выполнения браслета нам понадобятся вот такие материалы. Подробный список, как обычно, указан в описании под видео. Многие пишут, что не могут найти иглу для фривалете в своем городе. Поэтому именно ее я решила подарить победителю розыгрыша. Это игла номер 7. Второй наиболее частный запрос. Где купить нитевдеватель, который я использую для заправления кончиков. Поэтому его я также решила добавить к подарку. Что требуется для участия в розыгрыше? Первое условие. Быть подписчиком моего канала. Второе. Поддержать это видео лайком. И третье. Последнее условие. Оставить любой позитивный комментарий под этим видео. На каждый комментарий я отвечу и укажу номер участника. 16 июня будет выбран случайный номер и я объявлю победителя. Количество комментариев не ограничено. А теперь давайте вернемся к мастер-классу. Первое, что нам нужно сделать, это нанизать бусины на нить. Мой браслет получился 14,5 см и мне понадобилось 7 бусин. На всякий случай вы можете нанизать большее количество бусин. Лишние просто не будут использоваться. Оставляем длинный хвостик около 1 м. И набираем узлы фриволите по схеме выше. Пико делаем маленькие, около 2-3 мм. Как обычно, в описании под видео я оставлю ссылку на урок по основам фриволите для новичков. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Теперь выполним дугу из восьми узлов. Присоединяем дугу к пико первого кольца и выполняем узелок, не переворачивая работу. Присоединяем дугу к пико первого кольца. Присоединяем дугу из восьми узлов и присоединяем ее к следующему пико. Присоединяем дугу к пико первого кольца. 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 Выполняем еще одну дугу, только в этот раз набираем шесть узлов, пико два узла. Присоединяемся к пико и выполняем узелок, в этот раз переворачивая работу. Теперь выполним дугу с бусиной. Набираем три узла. Подтягиваем бусину и выполняем еще три узла. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Продолжение следует. Выполняем точно такое же кольцо, как в самом начале. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Закрываем кольцо. Закрываем кольцо. Выполняем дугу, присоединяя ее к дуге с пико. Набираем два узла. Выполняем соединение и набираем еще шесть узлов. Закрываем кольцо. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Снова выполняем первое кольцо и повторяем мотив до нужной длины браслета. В самой последней дуге не выполняйте пико, так как мотив последний и к нему присоединять мы уже ничего не будем. Вот что у меня получилось. Нитку от клубка я отрезала, оставив небольшой хвостик. Заправьте нитку в иголку и оставьте длинный хвостик, как и в начале работы, примерно около 1 метра. Теперь нам нужно пройти иголкой через бусины от конца первого ряда к его началу. Сдвиньте бусины так, чтобы хвостик был нужной длины. Теперь пройдите иголкой через основание первого кольца. Продолжение следует... Представьте, что у вас нитка идет к клубку. Не обращайте внимания на нанизанные бусины. Набираем 10 узлов. Правой рукой не обязательно удерживать первый ряд. Можно его и отпустить. Он в любом случае подтянется вплотную, когда мы будем закрывать дугу. Закрываем дугу, переворачивая работу. Продолжение следует... Теперь нам нужно выполнить первое кольцо мотива и присоединить его к первому ряду. Вытяните больше нити, чтобы вам было удобно работать. Продолжение следует... Набираем 6 узлов. Выполняем соединение. Набираем оставшиеся узелки. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Продолжение следует... Выполняем 3 симметричные дуги. Две первые дуги по 8 узелков, а третья дуга 6 пико 2. Закрываем дугу, переворачивая работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Когда мы переворачиваем работу, нитки немного перекручиваются. Поэтому я советую их сразу же распутывать. Теперь нам нужно выполнить симметричную дугу с бусиной. Причем бусина у нас будет 1 на 2 дуги. Продолжение следует... Набираем 3 узла. Тянем за нить идущую клубку, чтобы бусина стала вплотную к узелкам. Набираем оставшиеся 3 узелка. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вновь выполняем кольцо, присоединяя его к первому ряду. При необходимости подтягивайте нить, чтобы было удобно работать. Закрываем кольцо, переворачивая работу. Повторяем наш мотив, присоединяясь к предыдущей дуге с пико. Продолжение следует... Третью дугу закрываем, не переворачивая работу. Продолжение следует... Повторяем дугу с бусиной. Закрываем дугу, не переворачивая работу. Повторяем мотив до конца браслета. Вот что у меня получилось. Напоминаю, что в последних дугах мы не делаем пико. Закрываем последнюю дугу, не переворачивая работу. Выполняем дугу из 10 узлов, такую же, как и с другой стороны. Присоединяем дугу к первому ряду и выполняем узелок. Продолжение следует... Теперь можно отрезать нитки. И для надежности я выполню еще один узелок. Заправляем кончики в рядом расположенные узелки. Продолжение следует... Аккуратно отрезаем лишние ниточки. Аккуратно отрезаем лишние ниточки. Осталось прикрепить замочек с одной стороны. И цепочку удлинить с другой. Вот и все, наш браслет готов. Надеюсь, вам понравился этот мастер-класс. Если да, ставьте лайк под видео. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. И, конечно же, участвуйте в розыгрыше. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok